Поехали. Ван Дорм, 100 рублей первое. Как разбить аргументацию Парменида о том, что всё едино, так как если есть разное что-то, то между этим... На самом деле никак, на мой взгляд. Должно быть ничто, но ничто не существует, так как ничто, то чего нет. Смотри, очень просто, но видишь аргументативную форму здесь, да? То есть, всё едино. Почему всё едино? Потому что если бы оно было не едино, то должен быть какой-то зазор между разными вещами, и там было бы ничто. А ничто по определению не может существовать. То есть, мы тут просто от противного идём к премисам. И очевидно, что берёшь, отвергаешь одну из премис. Ну да, действительно. Только, ну это работает так тогда со всей критикой. Буквально со всей критикой всего чего угодно. Например, вот примеса про то, что ничто не существует. Почему оно... Вот. А как оно может существовать? Ничто потому ничто, потому что его нет. Неожиданно. Не существует. Потому что если бы оно было, то оно было бы не ничто, а нечто. Можно с этим не согласиться. Можно, но сложности возникнут. То есть, я в принципе согласен, что можно с этим не согласиться. Ну просто вы другую позицию займёте тогда, это правда. Ну, то есть, это не будет похоже на разъёб. Зритель попросил его, дай разъёб, разъёб в студию. Как разъебать это всё говно? Маргинал такой, ну можно не согласиться. Ну можно, да, не согласиться, действительно. То есть, к примеру, когда мы говорим, что где-то нет ничего, где-то есть ничто, таким образом. Мы же не имеем в виду, что там есть какая-то вещь, которая является при этом ничем. Мы имеем в виду, что, например, то есть, на самом деле, тут и дальше пойдёт другая проблема. То есть, данную формулировку, которую вот сейчас озвучил автор, Парменидовскую, она же поддерживается многочисленными потом отступлениями, рассуждениями, ещё дополнительно опорьями. Неожиданно, да? Ну, если с опорьями ещё более-менее со временем, может быть, и разобрались, но дополнительные рассуждения, особенно те рассуждения, которые представлены в диалоге Платона, Парменид, ну, они довольно нетривиальные, с ними довольно трудно справиться, на мой взгляд. То есть, уже начиная с этого, что автор с этими всякими ничто и что, он начинает тем или иным образом работать. С другой стороны, важно понимать, что Парменид функционирует на базе таких, знаете, интеллектуальных конструкций, как и Платон, кстати, в основном. То есть, он постулирует для вас определённую интеллектуальную форму, в рамках которой, ну, вот вам предложено. Ничто не существует. По определению, блядь, по определению, по определению ничто не существует. Значит, всё есть что? Значит, есть только бытие. Бытие и ничто, две основные категории, ничто не существует. Оно не может существовать по определению. Всё, забились, забились. Всё, после этого у вас существует только бытие. А если бытие существует, то не существует движение, потому что бытие, оно должно двигаться в ничто в данном случае. Да, и опять же, тоже можно сказать как-то, как-то к определениям каким-то свести. Чистая интеллектуальная конструкция в данном случае получается, в которой вроде бы сама аргументация может быть, ну, либо была выстроена, она плюс-минус была выстроена нормально в тексте Платона Парменид. Ну, соответственно, в этой интеллектуальной конструкции, если очень сильно постараться, вы можете все белые пятна закрыть, и вы ничего никому не докажете. То есть, вы никого не опровернете в данном случае на чисто таких интеллектуальных основаниях. Вот. И у вас будут большие проблемы с опровержением. Даже Парменида, особенно если бы у нас были все возможные тексты Парменида и все возможные мысли Парменида. Которую мы там ожидали, ее нет. Да, то есть, мы можем представить себе ничто как таковое, как совокупность отсутствия всех возможных ожидаемых вещей. Можем, но Парменида так не представлял, и мы, наверное, должны при опровержении отыгрывать от Парменида. Возможно, да? Возможно, было бы эффективнее отыгрывать от определения Парменида, чтобы его опровергнуть чисто формально. Ну, просто если мы предлагаем другое определение пустоте, ну, окей, так вообще с чем угодно можно. Ну, вот ученые говорят, что мир состоит из атомов, допустим. А я говорю, что атомы это говно-корова, и мы точно знаем, что мир не состоит из говна-коровы. Ну, окей, я типа что, опровергнул ученых в данном случае? Нет, я хуйню сказал. Не знаю, я говорю, что атомы это на самом деле не то, что думают ученые, а атомы-демокриты на самом деле. И мы якобы знаем, что мир не состоит из атомов-демокрита. Можно так подойти к этому решению. То есть, если мы заменяем одно из фундаментальных определений внутри посылки, так все, что угодно можно опровергнуть. Просто берите, заменяйте определение, только нахуй это надо. ну не прикольно получается короче да то есть мы хотели чтобы там в коробке был подарок подарка там нет вспоминаем что мы ее уже вчера открыли например там нет ожидали что там будет а там ничто если сложить все эти случаи то получится ничто с большой буквы то есть ничто как таковое таком случае аргумент применито про ничто не работает или да потому что мы заменили термин глав главный главный термин заменили просто мир другая концептуализация ничто ничто это не отсутствие в чист а зачем нам другие концептуализации ну типа это понятно но просто если мы предлагаем другую концептуализацию наличие другой концептуализации не предполагает что променить не прав вот не ну то есть да это другой вариант альтернативный возможен можем сказать что вообще никакого ничто в таком формальном виде нет там вся материя она либо более разряженная либо менее разряженная более того у многих досократиков именно такие представления материи то есть до эмпидокла почти у каждого философа начиная с фалеса и заканчивая там их до хера было на самом деле ну то есть фа фалеса нахсимандр нахсимэн вот у них все это более разряженное менее разряженная то есть она приходила в разные состояния та или иная материя в начале как мира которая стояла да она в те или иные состояния собственно вот переходит в более твердые в менее твердые и виду этого организуется движение в этом плане не что-то особо и нигде может быть и нет в прямом смысле что все всегда и везде заполнена то есть вот тут вот такая вот фишка может быть это как современные физики сейчас говорят о том что на самом деле вот мы наблюдаем это не что она на самом деле не что она двигается да там что-то происходит какие-то флуктуации какая-то чепуха ну вот это как то вот что то вот про это вот что то вот похоже про то же самое что на самом деле может быть чистого ничто нигде и обнаружить невозможно таковое вот и движение формируется за счет разряжения и не разряжения но это представление все же отличная от того который предлагал парменит и вообще наверное важно заметить что парменит сейчас я даже вспомню просто творчество парменида насколько я понимаю можно разделить на две большие вехи то есть в одной из этих век парменит выступает в виде стандартного досократика стихийника которые стихийное представление о природе нам предлагает а потом уже как представителя такой из большой буквы элейской школы где уже бытие ничто вот этот все подвижно неподвижно вот этот сет он рассуждает вот это уже второй этап его творчество и сейчас я посмотрю какие конкретные элементы были у парменида потому что скорее всего первый один из элементов это земля бытие по сути получится возможно то есть бытие давайте попробуем порыться здесь это мои таблицы личные где я из них там много чего водил а давайте посмотрим что у нас упор мини да так 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 сейчас сейчас прошу прощения вроде не воздух как раз огонь скорее всего я просто я боюсь запамятовать потому что я могу парменит огонь огонь и земля до огонь и земля получается ну соответственно вот вам самый легкий материал огонь самый разряженный получается видимо по пармениду и самый твердый из материалов то есть земля из стихий смысле вот парменид здесь видимо был сторонником двух стихий по крайней мере это я вывел из фрагментов ранее греческих философов там такие элементы были что сначала он был сторонником двух базовых стихий а потом перешел на элейские представления может быть это неправда на самом деле может быть это неправда но можно попробовать себе нарисовать вот эту вот картину относительно вот этого мира земли где основная бытийная материя это прежде всего земля который формирует твердые объекты прежде всего да и в таком случае мы может быть все на уровне догадок конечно все на уровне догадок идет возможно на этом базисе парменит и сформулировал свое учение вот собственно бытие и то есть на представьте себе землю да если вот землю разделить на кусочки так да вот взять и разломать на два куска и получится что вот она и тогда два куска относительно Турдор друга могут двигаться если они с лито они двигаться например не мог вот вот там бытие и быть я она в этом плане от кусок земли оказывается целокопным если он разделяется он тогда не целокопной и может эти детали могли бы двигаться друг вокруг друга, допустим, внутри пустоты или внутри вечного огня какого-нибудь, я не знаю. Но этого тоже, видимо, скорее всего, по Пармениду не существует. Ладно, поехали дальше. В этом виде, которого нет по Пармениду, и не совокупность отсутствия ожидаемых вещей, а некая предпосылка... Ну, вообще, на самом деле, если Маргинал предлагает это как опровержение, это очень плохо, просто потому что взять и заменить рандомный термин, ну и что? Мы можем это легко сделать. Мы всегда можем это легко сделать. В любом случае. Любой аргумент разъебывается. Так вот, вы говорите, что эволюция – это любое изменение, а я говорю, что эволюция – это, там, не знаю, изменение моей жопы, блин, за секунду. Если за эту секунду моя жопа не изменилась, эволюции не существует. Да, все, разъебал ученых, например. Ну, прикольно, нет. Это ссылка для того, чтобы вещи могли отсутствовать. То есть, вот, есть у нас, например, перемещаемся в античность, есть у нас, например, платоновские формы. Платоновские формы нужны для чего? Для того, чтобы вещи могли быть. Потому что любая вещь, доступная нам в ощущениях – это просто бледная тень платоновской формы. Некого Эйдоса, который в условном раю или не в раю, но в другом, в общем, мире, в более идеальном мире находится. То есть, формы более реальны, чем то, что доступно нам в ощущениях. Ну, и можно сказать, что... Ну, и, кстати, в этом плане Парменид – он предшественник Платона. Для него то, что мы воспринимаем, менее реально, чем единое, целостное, неделимое бытие. Вот в чем фишка. Вот в чем фишка в данном случае. Формы, да, эти самые Эйдоса, они нужны для того, чтобы что-то было. А есть ли какое-то подобие Эйдоса, да, какой-то вывернутый Эйдос, да, никакой не такой анти-Эйдос, гемористическая химера только что получилась. Ну да. Для того, чтобы той или иной вещи не было. И если подумать, вот отсутствие кружки и отсутствие телефона – это одинаковое отсутствие или это два разных отсутствия? Ну, зависит от того, какую метафизическую парадигму мы себе построим. Правильно, да, согласен. Это может быть два разных отсутствия. Ну, попытка констатации факта, того, что существуют другие позиции, опровержением в данном случае просто не является. Это и так, в принципе, понятно. Вот. Предложили опровернуть. Я бы сказал, я не могу это опровергнуть. Я не буду это опровергать. Мне сложно это опровергнуть. Я и сам не уверен, как оно там устроено. Можно попробовать по-разному, конечно, заход делать, но какого-то достоверного опровержения, наверное, ну, не получится добыть. А маргинал вот выдает. Да, то есть, например, когда мне нужен телефон, и у меня не хватает, или мне не хватает моего телефона, это не та же самая ситуация, когда мне нужна кружка, и мне не хватает моей кружки. Как минимум, кружку проще заменить. Телефон заменить сложнее, например, из-за смартфона. А кто-то может сказать, ну, отсутствие, оно и есть отсутствие. Как говорится, на нет и суда нет. Отсутствие всегда одинаковое. Вот что-то там должно было быть, и потом мы могли бы говорить про свойства этого чего-то, но его там нет, и поэтому говорить про его свойства, телефон это или кружка, нет никакого смысла. И тогда отсутствие вещей, оно унивокально, то есть, когда мы говорим, что чего-то нет, на его месте ничто, мы имеем в виду одно и то же ничто. В теории множеств, кстати, есть теорема, в аксиоматической теории множеств. Так парменида это вообще почти никак не касается. То есть, пармениду здесь вообще плевать. Ну да ладно. Есть теорема о том, что пустое множество, оно всегда только одно, в принципе. У нас не может быть больше одного пустого множества. Да, то есть, ничто, оно всегда одно и то же ничто. Вне зависимости от того, чего именно нет. И тогда опять... Но тут, на самом деле, еще одно, наверное, разделение следует ввести. Что маргинал здесь говорит про ничто, ну... Давайте так, короче. Парменид говорит о ничто с большой буквы, ничто с большой буквы, да? Как какая-то отдельная, онтологическая, гигантская категория. Как Гегель, например. Вот бытие, ничто, становление. А бытие с большой буквы, ничто с большой буквы, и становление тоже с большой буквы, допустим. Вот. А маргинал сейчас разбирает такие, да, частные случаи отсутствия. Причем, во многом даже, ну, скорее, ментальные такие случаи отсутствия. Ну, например, на моем столе три чашки. Четвертый нет. Ничто, вроде бы, да, получается. Но вот это вот ничто, то есть, отсутствие четвертой чашки на столе, их три всего лишь, да, всего лишь три. Какой ужас. Отсутствие четвертой чашки на столе, никакого, наверное, прямого отношения к большому ничто, с большой буквы, ну, не имеет. Ну, да ладно. Таки у нас получается ничто, как предпосылка для отсутствия вещей, которая при этом едина. Это ничто с большой м. И оно тогда есть. То есть, в случае с парменидом, здесь эта аргументация, она множеством способов провегает. Это я еще не взялся за остальные премиссы. Так а можно провернуть хотя бы одним, пока что? Она опровергает, ребята, она опровергается множеством способов, но я вам их не покажу, ни одного. То есть, мы можем взять, например, вот, если есть разные вещи, то между ними должно быть ничто. Кто это сказал? Парменид это сказал. Между ними должно быть ничто. Парменид, получается, сказал, да? Парменид сказал. На чем оно? Да. Да, основно, что оно там должно быть. Почему не может быть двух разных вещей, которые не тождественны абсолютно. Но между ними нет промежутка. Они прилегают друг к другу. Ну, вообще, это прежде всего было связано с тем, я полагаю, да, я полагаю, это прежде всего было связано с тем, что такие представления у греков были. У некоторых греков. У некоторых ответвлений греческой философии. Возможно, возможно, Парменид себе это с трудом мог представить. Вот. Как минимум. То есть, не значит, что он прав. Не значит, что он прав. Ну, такое вот определение ничто, бытию и их соотношению он, соответственно, выдавал. Мы можем эти определения сменить, но это не контраргументация, по крайней мере. Это, по крайней мере, не очень сильная контраргументация. Мы, получается, и зацикливаемся на том, что, а кто это сказал? А кто это тут подумал? А кто это сделал? Ну, Парменид это сказал, Парменид это вот предложил нам так рассматривать. Да, это не единственный возможный вариант решения предложенной проблемы. И философы предлагали другие варианты, соответственно. Все. Вот так вот оно и было, да. Ну, просто, опять же, поставить нас перед фактом того, что вариантов было много, не является опровержением. Никогда. Ну, вот. Это может быть причиной для сомнения. Это может быть причиной для сомнения, безусловно. Но это не может быть причиной для отрицания, в данном случае. Но они разделены. Так не может быть. Должно быть ничто в том или ином виде. А ничто, опять-таки, из какой парадигмы? Мы возвращаемся к пучку аргументов, даже не аргументов, а доводов, я бы сказал, которые я привел перед этим. Почему не аргументы, а доводы? Потому что, опять-таки, мы спорим с неким постулатом. Когда ты споришь с постулатом, с аксиомой, да, то есть с какой-то основополагающим каким-то предположением, каким-то основополагающим утверждением. Ты просто заменяешь, в общем-то, термин ничто, или какой-нибудь другой термин, но другой. И у тебя получается все отлично. В основе лежит перевернутая пирамида, так скажем, образом говоря. В основе некоего древа суждений, ты что делаешь? Ты можешь просто сказать, я не верю в твой постулат. Да, можешь. Но это его не опровергает. И просто отвергнуть его. Ну, можешь, это его не опровергает, можешь свою систему строить, это правильно. Ты можешь предложить свой. Но самый лучший вариант, на мой взгляд, самый лучший... Просто заменить определение ключевое, и все. Лучший довод. Это обрисовать целую картину. Как вся эта ситуация могла бы выглядеть, если бы вот этот постулат был бы ложен, который предлагает твой оппонент. А тот постулат, который предлагаешь ты, он может быть не один, как, опять-таки, мой пример. Да, я не один постулат выдвинул. Тот или иной постулат, который предлагаешь ты, был бы истинным. Что бы тогда было? Вообще, чтобы показать, что такая мысленная картина, она в принципе возможна. Что она в принципе как бы есть. Ну да, действительно. Но опровержением это все равно служить чаще всего не может. Если картина, которую мы опровергаем, не приводит нас к абсурду, с одной стороны, нам вот это вот рассмотрение других картин, оно не особо помогает в опровержении. И даже эти другие картины, они не так хороши. Лучше тогда, наверное, действительно пытаться просто прямо к абсурду вести. Все. Зачем нам тогда другие картины? Ну давайте допустим, что бытие есть, а ничто нет. И делаем какие-то из этого выводы, которые приводят нас к абсурду. Допустим. Все. Зачем нам другие концепции? Непонятно. Ну видимо потому, что мы не можем привести к абсурду. Наверное. Возможно. А если можем, ну давайте приведем. То есть можно согласиться с ней, можно согласиться вот с тем, что было. С тем, что было у парменида, например, можно согласиться. А можно не согласиться. Потому что постулаты, они условные. Ты понимаешь, что постулаты аргументировать невозможно. Так. Да. То есть если бы было разное что-то, то между ними должно быть ничто. Ну опять-таки, смотрим там на радугу, например, у нас преломляется свет, и получается радуга. Где там между разными цветами в радуге? Лол. Ну парменид, овнит, короче, в ответ. Говорит, что никакой радуги на самом деле не существует. Эта радуга тебе кажется, соответственно. Мы в матрице живем, говорит вам, парменид. ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да. И все. Заогнет. То есть все наблюдаемое в данном случае никак не соотносится с реальным миром. Все. Конец. Летящая стрела, бегущий ахиллес, два бегущих друг на другу навстречу спортсмена, упавшие, соответственно, мешки с зерном, или одно зерно, например, упавшее рядом с этим большим мешком зерном, и радуга в том числе, они не являются реальными. Все. То есть сейчас маргинал пытается опровернуть концепцию парменида, так как ее пытался опровернуть, если не ошибаюсь, диагент синопский. Да. Когда, соответственно, Платон, в Платонской академии вот была озвучена вот эта концепция парменида, другой мыслитель стал пред ними ходить, показывая, что движение на самом деле есть. Точно так же маргинал указывает нам на радугу и говорит, мол, смотрите, радуга, разве там что, между ее частями есть ничто какое-то? Она вот, она как-то вот появляется, исчезает, вот что-то, значит, движение, изменение происходит, значит, парменид-то ошибался, но это все было учтено. Вот. Преслепый крот. Да, 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 Вячеслав, именно. И в этом проблема. Это опровержение, оно, в принципе, уже учтено в своей программе парменидом, так что оно не является целесообразным, наверное, то есть нам нужно двинуться дальше. Нам нужно двинуться дальше, нам нужно не просто указать на какой-то феномен, который показывает нам движение, потому что мы просто можем действительно просто взять и пальцем так ткнуть и сказать движение. Ну да, движение, вот, движение. Типа парменид не мог так взять и посмотреть. Вот такое вот опровержение, оно не работает против парменида, оно учтено. И поэтому надо вот то, что парменид уже учел, вот этот его иллюзорный мир, вот это вот, да, соответственно, его надо опровергать в таком случае. А у Маргинала нормальных аргументов против всяких симуляций ноль. Напоминаю, у него ноль серьезных аргументов против существования симуляции. Вообще ноль. Zero. Вообще ни капли. Самое лучшее, что он за последние годы смог из себя выдавить, это буквально утверждение о том, что в симуляции, соответственно, мы не можем... В симуляции все ложно, в том числе все утверждения ложны. И если все утверждения в симуляции ложны, следовательно, да, ложные утверждения о том, что мы в симуляции. Получается, соответственно, концепция, которая сама себе противоречит. Проблема в том, что ни один представитель учения о симуляциях не считает, что все утверждения ложны внутри симуляции. Не считает, что все в них ложно. Буквально ни один. Я не приведу ни одного. Представители учения йога-чары не считают так. Да, например. Парменит, наверное, так тоже не считал. Кто угодно, так не считал. Я не знаю, ни один представитель учения о симуляциях искренний не постулировал такого положения дел. И это, видимо, самый главный аргумент, который воспроизводят маргинал и многие другие замечательные люди, видимо, просто не подумав. Это самое ничто, как его там найти. И опять-таки, если мы возьмем какое-нибудь такое экзотическое перепрочтение Парменида, то все становится очень интересно на самом деле. Потому что вот это ничто между различными вещами, оно не является буквально каким-то пространством идеальной пустоты, которое ты представляешь себе, когда читаешь пересказы докса Парменида на курсе введения в философию. А это ничто можно воспринять в каком-то таком феноменологическом ключе, почти Хайдеггеровском. И тогда вот это ничто, которое между разными вещами находится, оно начинает обретать смысл как некое противостояние двух вещей уже по факту того, что они разные. Противопоставление, противостояние, даже война. То есть вот есть у нас кружка, она стоит на столе, а она отдельно от стола. При этом что происходит между ними? Ну, как минимум, как минимум кружка не является столом, стол не является кружкой. То есть уже с какой-то такой гегелевской точки зрения они друг друга отрицают. Хорошо. Что еще происходит? Ну, кружка оказывает на этот стол давление, потому что ее сила притяжения земли к себе тянет, и она соответственно давит на стол. А стол этому давлению не поддается, потому что кружка же она сквозь него не падает, правильно? И это у них противостояние в таком низшевском стиле. Понимаешь? Потому что и кружка... Так как это опровергает парменида? Ну, типа, окей, еще другая концепция озвучивается. Ну, хорошо, 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 замечательно, но в чем проблема парменида в данном случае? Значит, и стол, они являются просто частью момента нашего опыта, который из себя представляет, что навязывание мировой воли самой себя, самой себе. Ну, и соответственно, от Шопенгауэра к Ницше переходим, и все становится понятно. то есть, опять-таки, как говорится, там уж поприще широко, знай, работай, да не трусь. То есть, это самое ничто, можно так проинтерпретировать, что просто все ебанутся. Так что, так что, да, дерзай. Какой? Ну, короче, опровергаю по маргиналу геометрию, соответственно. У треугольника, у треугольника, у треугольника, да, соответственно, у треугольника сумма всех углов, да, соответственно, сколько? 180 градусов равна. Да, да, да нет, пиздеж. Как она может быть равна 180 градусов? А вы не знали, что прямые, они когда в треугольнике собираются, они немножко искривляются в конце, и там угол всегда больше станет. Вы не знали об этом? вот теперь знаете. Ведь мы просто взяли, изменили определение, и всё, евклидовая геометрия, она опровергается сразу. Просто уничтожается в это самое мгновение, испепеляется, нахуй, без шансов на реабилитацию. Евклид нам, в нас всех обманывал. В общем-то, пиздобол Евклид. Второй вопрос. Как тебе его позиция, что Вселенная шар, ибо вокруг купол из реликтового излучения, если смотреть в телескоп на 13 миллиардов световых лет? Чувак, а ты не задумывался? Во-первых, про реликтовое излучение у парменида, это, конечно, Вере Рич, но ладно, не буду за это цепляться, хотя это фанни. Ты не задумывался, что купол этого излучения просто связан с тем, что мы когда телескопом смотрим, у него есть радиус, в котором он действует просто. И да, этот радиус неизбежно имеет форму подобную шару. Типа, мы когда смотрим во все направления, даже без телескопа, просто глазами, вот ты смотришь во все направления, допустим, не было бы стен, ты в чистом поле стоишь и вращаешь башкой. Вокруг тебя поле твоего зрения образует полусферу. Полусфера была бы сферой, если бы ты левитировать умел, в принципе, и дышать в космосе. Но ты этого не умеешь, поэтому это полусфера. поверхность из ровноудаленных точек это да, это шар. Ну, в любом случае. То есть тут опять-таки не очень интересно, так скажем. Джорор, два доллара. Деньги мне платить, деньги мне платить, деньги мне платить.